МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гибель российско-украинского журналиста в Киеве. Александра Щетинина, основателя интернет-издания «Новый регион», сегодня ночью нашли мертвым в результате выстрела в висок. Каковы главные версии следствия, узнавала Ольга Рыцарь. Уже мертвого журналиста Александра Щетинина его друзья нашли около полуночи на балконе этого дома в центре Киева. Вчера у него был день рождения. Друзья, которые пришли поздравить Щетинина, не могли достучаться. Позже выяснилось, он умер от огнестрельного ранения в голову примерно в 8 часов вечера. Я ему звонил вчера, телефон был выключен. Я написал ему поздравление в личных сообщениях в Фейсбуке, и он его не просмотрел. Это было где-то в 16.20. А утром уже пришла эта жуткая новость. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет, магазины к нему и предсмертную записку. Ее содержание в полиции не разглашают, но сразу же выдвинули главную версию. Щетинин мог свести счеты с жизнью. Уголовное производство открыли по статье умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией. На этот момент основная версия следствия, но повторю еще раз, что в рамках этого расследования мы проведем все необходимые действия, чтобы дать належную правоохранительную. Ретельно взглянули место подеи, опитали знакомых, которые на тот момент там перебывали. Сейчас следствия проверяет и колесо сполкувания, и темы, над которыми проработал загиблый. Самого Щетинина в этом доме не видели уже несколько месяцев. По словам соседей, квартиру в центре Киева он использовал как офис, а недавно и вовсе переехал. Они где-то несколько здесь арендовали квартиру на четвертом этаже, а съехали они где-то месяца два-три назад. То есть полностью съехали, а квартира, наверное, осталась, и офис остался. Вывезли всю мебель, оборудование, газеты, журналы. Александр Щетинин в России был учредителем информационного агентства «Новый регион», но в 2014-м отказался от российского гражданства в пользу украинского и переехал в Киев. Кардинально изменил свои взгляды и редакционную политику. С пророссийской на проукраинскую. Резко высказывался в адрес российской власти. В 2004 году, когда я начал работать в Украине, сначала это был Киев, а потом Крым. И Крым отдал на несколько лет. Эта страна близка мне по тем славянским ценностям, которые были возьми для меня всегда. То, что не реализовалось в России, имеет все шансы реализоваться в Украине. В своих высказываниях был очень резок, и это была не игра. Он очень любил Украину. Он собирался здесь делать проект, продолжать свой. И этот проект, по сути дела, уже был чисто украинским и давно. Трудно было представить его в роли такого человека, который может сделать себе суицид. Он на меня всегда произойдет впечатление очень спокойного человека. Другие знакомые Щетинина в интернете пишут, что у издания «Новый регион» были серьезные финансовые трудности. Есть информация и о том, что одному из близких друзей Александр якобы отправил электронное письмо, в котором сообщал о намерении совершить самоубийство. А вот и его пост в Фейсбуке от 22 августа. Журналист поделился воспоминаниям двухлетней давности. «Мне страшно, не знаю, как дальше жить». В ВВД считают, что смерть Щетинина больше похожа на суицид. По словам спикера ведомства Артема Шевченко, судмедэксперт не обнаружил на теле погибшего никаких признаков насилия. Но окончательные выводы пообещали обнародовать после расследования. Ольга Рыцарь, Максим Чеблин. Подробности в телеканал Интер. 40 дней прошло со дня смерти Павла Шеремета, журналиста «Украинской правды». Он погиб 20 июля. Неизвестные подорвали автомобиль, которым управлял Шеремет. Трагедия произошла средь бела дня в центре столицы. Сегодня в сквере «Небесной сотни» в Киеве собрались родные, друзья журналиста, чтобы посчитать его память. Павел Шеремет очень любил сладости, поэтому коллеги решили устроить необычный сладкий поминальный обед. Что-то готовили сами, что-то заказали у кондитеров. Люди по желанию оставляли деньги, которые организаторы передадут на нужды онкобольных детей. Эта акция станет обязательно постоянной. Мы будем вспомнить каждый год, 20 липня, когда Павел, власне, погиб, самым сладким. Оскільки он любил жизнь и любил сладкое. Я думаю, что он бы сейчас был тут с нами, он был счастлив, он был действительно очень светлым. Нам его очень не хватает. Павел Шеремет занимался журналистскими расследованиями. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. Правоохранители отрабатывают несколько версий. Профессиональная деятельность, личные мотивы, дестабилизация обстановки в стране и ошибка. Известно, что автомобиль, который подорвали, принадлежал гражданской жене Шеремета Алене Притуле. Также у следствия есть данные, кто мог следить за Шереметом и Притулой. О возможной слежке журналисты общал в правоохранительные органы еще осенью прошлого года. В СМИ также появилась информация, что к наблюдению мог быть причастен замглавы нацполиции Вадим Троян. Но он все обвинения опроверг. Записи с камеры наблюдения, которая могла сфиксировать момент убийства жителя Кривого озера Александра Цукермана, уже у правоохранителей. Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области. Изъят весь сервер системы. Сейчас он на экспертизе. Что на кадрах правоохранители пока не говорят, мол, расскажут после тщательного изучения материалов. Камеры, которые могли снять происшедшее во дворе убитого Цукермана, расположены на фасаде магазина рядом и с местом убийства. Люди требовали изъять записи сразу после смерти насельчанина, но тогда в супермаркете заявили, что камера, направленная в сторону места происшествия, не работала. Что касается оружия, из которого полицейский Денис Лихватский стрелял в Цукермана, то его до сих пор не нашли. В прокуратуре говорят, подозреваемый не признается, куда выбросил пистолет. Народный бунт в Одесской области. Жители Лощиновки устроили цыганский погром после убийства 9-летней девочки. Обо всем подробнее Андрея Анастасова. Село Лощиновка, Измаильского района, тело 9-летней Ангелины нашли накануне на околице в заброшенном доме. Ребенок был из благополучной семьи. На теле померло, есть следы с болтуванием. Смерть настала от проникающего поранения грудной клетины, пробития гострым предметом легене и сердце. По горячим следам полиция задержала подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Лощиновки ромской национальности. Узнав об этом, народ взбунтовался. Это, дескать, ромы. Всего около 10 семей уже давно терроризируют все село и торгуют наркотиками. Три года, как они заселились, цыгане даже не обращают внимания на то народное население, которое здесь жило, извините меня, уже 200 лет с образования села. В школе давка на детей, в селе давка на людей, изнимание денег, воровство по дворам. При этом люди утверждают, все это время полиция закрывала глаза на происходящее, а то и вовсе покрывала преступников. Но и себя не оправдывают. Они себя чувствуют хозяевами. А у нас народ такой, что он боится, боится что-то сказать. Это мы виноваты, мы это допустили. Убийство Ангелины стало последней каплей. Толпа отправилась к домам, где живут ромы. Оказалось, те уже успели сбежать. Селяне били окна, ломали мебель и даже пытались поджечь здание. Узнав о бунте, в Лощиновку срочно прибыло полицейское руководство. Я прошу вас прекратить вот этот беспредел. Давайте, болганы хаос, потому что руководят эмоцией. На утро люди устроили сборы общины. В это же время состояла сессия сельсовета. Депутаты поддержали требования селян изгнать из Лощиновки всех ромов. Мы требуем, чтобы болгарское село было без цыган. Бежавшие цыгане в село пока не возвращаются. Где они сейчас неизвестно, но в Измаильской рай госадминистрации сообщили. С ромами уже договорились. Они согласны переехать. Завтра утром под охраной полиции соберут и вывезут вещи из своих домов. Сейчас в Лощиновке спокойно подозреваемому в убийстве девочки грозит пожизненное заключение. Андрей Анастасов, Ирина Золотарева, Игорь Бутров. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Напряженная ситуация в пригороде Донецка, Маренке и Красногоровке. Несколько дней боевики на этом участке фронта вели огонь из артиллерии и минометов. Но сегодня сменили тактику, начали работать диверсионные группы противника и снайперы. Все подробности выяснял наш военный корреспондент Вениамин Трубачев. Боевики запускают одну ракету за другой. Военные тоже подсвечивают поле. Это означает, что стороны активно просматривают позиции друг друга и готовятся к бою. Бывает, что до 5 часов в рамках тишина, а потом с 5 часов начинают. Да, або танк лопать, або обратно градом лопать. Это одна из двух. Або месиво, как и снашное. Именно эти позиции украинских военных боевики обстреляли накануне с реактивной артиллерии. Пока же в ход пускают крупнокалиберный пулемет. Хорошо слышно, как противник ведет огонь. Начинают подходить. Там два блокпоста. Получается, с нашей стороны один блокпост. И там вот в этом самом. При ямке тоже. Дашка стоит и блокпост, видать, есть. Военные внимательно прислушиваются к каждому шороху. Противник часто подходит совсем близко, поэтому бойцы не отходят от огневых точек и так всю ночь. Наблюдатель замечает движение. Противник снова открывает огонь, бьет по соседней позиции. Снова стреляет из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Военные вынуждены отвечать. А вот это сейчас пострелу, вы знаете, что вы стреляете? Из ДШК. ПКМ. ПКМ. То есть на это вы уже увагу особо не обратите? Нет, это наше. Мы им. В их сторону стреляем. С рассветом со стороны боевиков начинает работать снайпер, поэтому высовываться из окопов категорически запрещено. Военные замечают стрелка и пытаются с винтовки его достать. Пока было относительно тихо, несколько бойцов вышли в серую зону и установили в посадке большой красно-черный флаг, чтобы его хорошо было видно боевикам. Это ночью в Красногоровке и Марьинке прошла без артиллерийских обстрелов. Упало только несколько мин. Обошлось без погибших и раненых. Вениамин Трубачев, Игорь Сули и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Стрельба и взрывы в центре Киева. Сегодня утром на бульваре Леси Украинки сотрудники СБУ по согласованию с посольством Израиля провели антитеррористические учения. По легенде, боевики ИГИЛ захватили несколько дипломатов в заложники, выдвинули требования и по одному начали убивать сотрудников посольства. Было принято решение о штурме дипмиссии. Представители СБУ учениями в целом довольны, хотя и признаются, ошибки были. Не обошлось и без курьезов. Так, местные жители, которых о проведении маневров никто не предупредил, услышав стрельбу и увидев вооруженных спецназовцев, действительно подумали, что в Киеве теракт. Очень взвлекались. Открыли двери, а там стоят с автоматами. Такие все прям, как войсковые действия какие-то жуткие. Отрабатывали ситуацию с захватом заложников на территории посольства. Принимали участие полиция, ЦСО «Альфа», МЧС. Все участники, все субъекты борьбы с терроризмом входили в штаб. На мой взгляд, немножко были какие-то отдельные моменты, которые мы сейчас после проведения учений будем разбирать. И для того они и проводятся, чтобы мы видели свои ошибки, как бы и на будущее уже имели в виду, принимали их во внимание. Очередное нападение на здание дипломатической миссии Украины в Москве. Кто эти люди? Зачем пришли? Как на все это отреагировала полиция? Со всеми подробностями Данил Русаков. В ночь на воскресенье несколько десятков радикалов пришли к дипмиссии с плакатами. Выкрикивали стандартный набор речевок. Впрочем, громкими возгласами ограничиваться не стали. Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Большинство радикалов даже не пытались скрыть свои лица под масками. К утру стало известно. Правоохранители задержали только троих нападавших. Остальные, израсходовав весь запас помидоров и тухлых яиц, спокойно покинули место происшествия. Сейчас дипмиссия работает в обычном режиме. На подходах к зданию посольства продолжают дежурить патрули полиции. Информации о возбуждении уголовных дел нет. Имена троих задержанных и их дальнейшая судьба тоже пока неизвестны. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Москва и Анкара возобновили чартерное авиасообщение. Российский премьер снял 9-месячный запрет для чартера. Первые заявки от авиакомпании уже поступили в Росавиацию. По распоряжению Медведева им придется принять дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров. Тем временем туроператоры заявляют, путевки в Турцию для россиян подешевеют на 30%. Я напомню, Москва запретила чартерные рейсы в Турцию с декабря прошлого года. После того, как возле сирийской границы турки сбили российский бомбардировщик. Война с нелегалами. У Дональда Трампа новая инициатива. Отслеживать и депортировать приезжающих, которые засиделись в Штатах. Как такие планы восприняли в самой Америке и какие предвыборные цели преследует одиозный политик? Мой коллега Дмитрий Анопченко выяснял это в Вашингтоне. Прибывая в Соединенные Штаты, каждый пассажир получает в паспорт отметку срок, сколько он может находиться в Америке. И хотя виза обычно выдается на долгий срок, ну вот, к примеру, украинцам выдается на 10 лет, но по прибытии пограничный офицер ставит тот срок, когда он должен покинуть страну, это несколько месяцев или максимум полгода. Другое дело, что уехал ты или нет, никто не проверяет. Пограничного контроля на вылете вообще нет, миграционные документы с датой прилета, так называемые белые карточки, в паспорт больше не прикрепляют. В госструктурах, к примеру, при получении возительских прав, обычно просто смотрят, действительно ли виза. Этого было достаточно. А значит, многие оставались США нелегально. Разрушить существующую систему обещает Дональд Трамп. Выступая перед сторонниками в Айове, он заверил, мол, в первый же день работы в качестве президента запустит нововведение. Электронную систему, которая будет отслеживать тех, кто загостился в Соединенных Штатах. Обнаруженных нарушителей будет ждать розыск и депортация. Мы разработаем систему въезда-выезда, чтобы быть уверенными. Тех, кто просрочил визу, быстро депортируют. У нас открытые границы, и в результате сплошная преступность. Этому пора положить конец. Трамп обещал запустить электронную систему, которая не позволит нелегальным мигрантам или тем, кто превысил срок пребывания, имея в руках визу, получать помощь или пособие в Соединенных Штатах. Мол, все чиновники, прежде чем принять решение, должны будут с ней сверяться. Но еще подтвердил в очередной раз, что намерен построить стену на южной границе с Мексикой. Речь Трампа перед избирателями была резкой и бескомпромиссной. И понятно почему. В начале недели он смягчил свою позицию в отношении нелегалов. Мол, не все 11 миллионов человек, нелегально проживающих в Штатах, нужно депортировать. А только тех, кто совершил преступление и неожиданно столкнулся с критикой своих же сторонников. Мол, слишком добр. Поэтому сейчас команда кандидатов в президенты выбирает куда более резкие лозунги. И, как следствие, сам Трамп дает более радикальные обещания. И сам становится заложником этого, ведь в случае победы ему придется притворять сказанное в жизни. Из Вашингтона Дмитрий Анопсенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Еще один канцлерский срок. До парламентских выборов в Германии год, но и политики, и граждане уже обсуждают, будет ли Меркель выбегать свою кандидатуру на главный пост в стране. Что об этом думает сама Меркель и хотят ли немцы по-прежнему видеть ее в руля, расскажет Татьяна Лагунова. Этот вопрос ей задают с завидным постоянством, но ответа пока никто не получил. Только отговорки пока рано, еще не время говорить, определюсь в следующем году. Речь о политических амбициях канцлера Германии и ее планах баллотироваться на еще один, уже четвертый срок. До парламентских выборов целый год, но дискуссия уже идет полным ходом. Главный вопрос, будет ли Ангела Меркель претендовать на новый срок или уступит место кандидата в канцлеры от христианских демократов другому политику. Журналисты спрашивают Меркель, социологи и избирателей. Данные самого свежего опроса однозначны, мнения разделились почти пополам. Причем не в пользу канцлера. Чтобы Меркель управляла страной еще 4 года, хотят 42% опрошенных. 48% предпочли бы видеть на этом посту нового человека. И причина не только в миграционной политике, которая обвалила рейтинги Меркель. Есть еще и банальная усталость избирателей. Она у власти уже 11 лет. Дольше страной руководили только Конрад Аденауэр и Гельмут Коль. И похоже, от Ангелы Меркелю стали не только немцы, но и традиционные политические партнеры. В ХСС недавно заявили, партия пока не определилась, будет ли она и дальше поддерживать Меркель. Или поищет собственного кандидата. Канцлер Германии взяла тайм-аут о своем решении она объявит только в начале следующего года. И скорее всего Ангела Меркелю решит продолжать. Хотя бы потому, что у христианских демократов пока нет другого претендента, который может не только повести партию на выборы, но и выиграть их. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Германии сегодня обсуждали ситуацию на востоке Украины. Там прошла встреча глав немецкого, французского и польского МИДов. Политики трех стран заявили, что настаивают на деэскалации конфликта на Донбассе. Как уточнил глава внешнеполитического ведомства Германии Франк Вальтер Штайнмайер, конфликтующие стороны должны быть готовы идти на компромисс. Мы не удовлетворены реализацией минских соглашений. И в последние дни мы снова предприняли усилия для достижения безопасности на линии противостояния на востоке Украины, чтобы отвезти войска с обеих сторон. Далеко ли до компромисса? На Мариупольском направлении бои не утихают ни днем, ни ночью. Самая напряженная обстановка на участке Толоковка-Широкина продолжит Станислав Кухарчук. Еще за час до приезда съемочной группы на эту позицию возле оккупированного Коминтерного шел ожесточенный бой. Хотя еще вчера вечером боевики сами запросили перемирие. Вся степь возле позиции словно выжжена напалмом. Уже третью неделю участок от Толоковки до Широкина в сводках АТО. На этом направлении боевики активно применяют тяжелые минометы и ствольную артиллерию. Виктор ведет журналистов к воронкам, которые остались после сегодняшнего обстрела. Наши ребята здесь у боевиков как на ладони Коминтерного находятся выше по дороге. И простреливать этот участок противнику с высоты гораздо удобнее. Сейчас на позициях небывалая тишина. И для этого есть свои причины. Сейчас там ОБСЕ. Ну он из утра начал еще. Сначала шустов. Ну то. Без 15.08 закончилось. Начало 9.00. Ну я к ОБСЕ заезжаю, он и сразу молкает. Он сейчас может молчать, а может при ОБСЕ начать стрелять, чтобы теки спровоцировал. Специально начинает. Пока есть возможность, ребята спешат пополнить боекомплект и почистить оружие. Противник успокаивается, только получив достойный отпор. Похоже, и сегодняшняя ночь на этих позициях будет неспокойной. По данным нашей разведки, наемники здесь уже получили боекомплект из так называемого российского гумкомвоя. Руслан Смещук, Станислав Кухарчук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Сегодня профессиональный праздник у шахтеров, но им не до торжеств. 35 шахт, которые находятся на подконтрольной Украине территории, фактически брошены на произвол судьбы. Проблемы и с зарплатами, и с оборудованием. С каким настроением встретили горняки этот день, видели наши корреспонденты. Это Червоноград, сердце горнодобывающей промышленности Львовско-Волынского угольного бассейна. Уголь здесь добывают 60 с лишним лет. Последний год для местных шахтеров оказался одним из самых непростых. О своих проблемах горняки Межречанской шахты устали говорить. Не раз переходили и к решительным действиям. Устраивали акции протеста, перекрывали трассу. Результата нет. Наши шахты сбыточные. На данный момент мы не заработаем полностью на себя. Мы где-то при случаях таких заработаем 80% на себя. А 20% кто-то может погасить. Значит, может погасить государство. 6 числа запрацует Верховный Рад. Значит, мы должны что сделать? Пропикетовать Верховную Раду. Мы это будем делать. Без государственной программы поддержки угольной отрасли украинским шахтерам не справиться с теми трудностями, с которыми сейчас они остались фактически один на один. А ведь в стране достаточно ресурсов, чтобы быть энергетически независимой. Украина занимает шестое место в мире по запасам угля. Мы предложили принять государственную программу поддержки угольной отрасли. Считаем, что только таким образом, когда государство будет уделять внимание добыче угля, это даст стопроцентную отдачу. То, что сегодня происходит в этой отрасли, когда нет практически государственной политики в отношении поддержки шахт, поддержки угольной отрасли, уголь закупается за рубежом, идет прямое отвлечение денег и финансирование других экономик, а не создание рабочих мест на стране, это, безусловно, является абсолютно безответственным и неправильным. Пока же шахтеры довольствуются тем, что есть. Вот перед ним шахтеря трошки заплатили, трошки радости уже я. Катерина Марченко, Юрий Красновский, подробности телеканал Интер. Новые обыски в лесных хозяйствах на Буковине. Сотрудники полиции и прокуратуры уже вторую неделю подряд приходят с проверкой на частные пилорамы. А что ищут и находят ли, выясняли мои коллеги. Это частная пилорама в Черновицкой области. На территории более 200 кубометров качественной, еще не обработанной древесины. В основном бук и дуб. Законно ли работает предприятие, пришли проверить правоохранители. На одном из пилорам выявлено дерево, на котором вообще есть дырки, промеркувание. А еще есть какие-то следы, которые свидетельствуют о том, что недавно все дырки известно где-то, кто взорвал. Правоохранители осматривают дерево, замеряют длину и диаметр бревен. Проверяют бирки электронного учета. У каждого срубленного ствола есть свой штрих-код. Его присваивает Госагентство лесных ресурсов. Но дерево совсем не то, что проходит по базе. Полицейские говорят, лес подменили. Ижевское лесничество. Продукция пиловник, порода ялина, сорт третий, диаметр 19, довжина 6. Мы видим, что, даже если мы замеряем, вот так, что будем иметь диаметр, в чем в конце 69, почти 70 сантиметров. Пока правоохранители составляют протоколы, работники пилорамы убегают через дверные проемы в цехах. Особи, которые находились на территории, разбегались с каждой территории через вот такие дверные проемы. Но, враховывая, что была обеспечена охрана громадского порядка по периметру данной территории, все они были установлены, были допытаны. Откуда же участных предпринимателей бирки государственных лесхозов? Общественные активисты объясняют, электронные чипы им продают сами же лесники. И стоит это не одну сотню долларов. Они же не крадут пилорамчики, они купляют краденые, а крадут уже наши лесники. Большое способов есть вкрасть. Первое, вот стоит дерево. Его просто заменьшают на 3-4 сантиметра по диаметру и по высоте. Другой способ, то есть, выделяется 2 гектара, они еще сбоку пів гектара или гектар вырезают и говорят, что это одна делянка. Так ли это, установит следствие. Полицейские по результатам проверки дерево неизвестного происхождения изъяли. Открыли уголовное производство. Это уже второй рейд по деревообрабатывающим предприятиям области. На прошлой неделе на другой пилораме нашли 600 кубов неучтенного дерева. Полиции уверяют, это только начало. Самые громкие проверки и обыски впереди. Ольга Иванченко, Ольга Паламарюк и Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. Президент Узбекистана Ислам Каримов попал в больницу. Госпитализация лидера республики впервые в истории сообщила центральное телевидение. Как утверждают местные журналисты, это может свидетельствовать о тяжелой болезни Каримова. Официальные источники не уточняют причину госпитализации. Ранее информагентство Фергана сообщало, что 78-летний Ислам Каримов якобы перенес инсульт. Правительственный стационар в Ташкенте уже больше суток в окружении милиции. Руководители силовых структур провели ночь в клинике. Ислам Каримов возглавил Узбекистан в 1989 году как первый секретарь ЦК Компартии. А с 91-го занимает пост президента. За что в Шотландии сняли с международного рейса пилотов и кто пытался продать за границу британскую королевскую реликвию. Об этом не только в нашем коротком обзоре международных новостей. Пьяных пилотов арестовали в Шотландии прямо перед вылетом рейса из Глазго в Нью-Йорк. На борту самолета авиакомпания United Airlines находилось 140 пассажиров. Из-за нетрезвых пилотов всем им пришлось ожидать 10 часов, чтобы отправиться с другим экипажем. В июле нынешнего года в этом же аэропорту с рейса сняли двух пьяных канадских летчиков. Они собирались везти в Торонто 250 пассажиров на борту. Сейчас американские горе-авиаторы ожидают суда. Им грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф. Более ответственные их коллеги сумели успешно посадить самолет с неисправным двигателем. Никто из ста пассажиров и членов экипажа не пострадал. Американский Боинг летел из Нового Орляна в Орландо. В воздухе отказал один из двигателей и стал рассыпаться на глазах пассажиров. Командир борта принял решение посадить машину в ближайшем аэропорту в штате Флорида, что с успехом и исполнил. Сейчас эксперты выясняют причины неисправности. Свадебная диадема королевы Виктории не покинет Великобританию. Украшения с 11 крупными сапфирами и множеством бриллиантов сейчас находятся в частной коллекции. Владелец подумывал продать его за 6,5 миллионов долларов за границу. Но Министерство культуры страны запретило вывозить историческую ценность. Диадему создали в 1840 году по дизайну будущего супруга Виктория, принца Альберта. И именно в этом украшении королева изображена на знаменитом портрете кисти Винтерхальтера. Космическая близость Юнона приблизилась к Юпитеру на рекордно короткое расстояние. Космический аппарат выполнил свой первый полет по орбите газового гиганта из 36 запланированных. Во время первой миссии Юнона максимально близко пролетела возле Юпитера. Расстояние между ними составило около 4000 километров. Аппарат уже начал передавать на Землю первые снимки. Все фотографии НАСА обещают опубликовать в течение нескольких недель. Автоматическую межпланетную станцию Юнона запустили пять лет назад до орбиты Юпитера. Она добралась только в июле этого года. Кадры спасения медведя из ловушки в Турции стали очень популярны в интернете. Животное застряло между бетонными плитами. Рабочие пытались освободить косолапого при помощи отбойного молотка. От громкого шума хищник испуганно ревел, но при этом помогал ковырять лапами отверстие. Как только оно стало достаточно большим, освобожденное животное пустилось на утек. Христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, именно в этот день Дева Мария завершила в Иерусалиме свой земной путь. Помолиться в Киево-Печерскую лавру пришли сотни людей. Богослужение возле Успенского собора провел предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Ануфрий. По словам священнослужителей, Успение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Все новости вы также можете узнать на нашем сайте подробностей. Приятного и теплого вам воскресного вечера и увидимся.